Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июля, и я хочу рассказать о нашей обстановке, то есть про обстановку в моем огороде, потому что у нас у всех разные условия. Кто-то пишет, у них дожди, не спеют томаты, холодно. А у нас другая беда. К нам пришла жара. Жара без перерыва стояла уже, наверное, дней 10. И я хочу вам показать, вот видите, у меня на теплицах накинуты вот эти вот полотно, агроволокно 60-ка, которыми я укрывала от холода, вот здесь вот мои грядки, тоннели. Это еще одна такая дополнительная мера по борьбе, по преодолению вот этой жары, потому что представьте, у нас вот вчера, позавчера 32 градуса на улице, хотя 33 это уже критическое для томатов, и они уже не опыляются в такую жару, а в теплице, если 32 на улице, в теплице за 40, 45, может быть, 48. И вот если у меня же 5 дней с вами не было, я перед этим показывала, что я и поливала землю в теплицах, чтобы было похолоднее, и сетка у меня, но никакая сетка, притеняющая в такую жару, не помогает. И я вот на эти же прищепки еще сверху накинула вот эту ткань, и только это спасло мои томаты от такого, как сказать, прям выжигания натуральное. Вот когда 45 градусов, ну представьте, там как духовка, листья, конечно, вянут, листья скручиваются, потому что для них это очень большое испытание. Если у кого-то сильно-сильно жарко, вот мой совет. Нужно дополнительно притенять. Вот я притянила, я вот созваниваюсь со своей знакомой, которая тоже выращивает много томатов, профессионально этим занимается. Она тоже говорит, что давно уже накрыла теплицу вот этой нетканкой, белым полотном. Ну а в остальном, конечно, конечно, на улице томатом получше. Даже при 32 градусах, при 30, там 30-32 у нас, видите, у нас ветерок, у нас ветерок обдувает. И вот несмотря на то, что весной им было сильно холодно здесь, сейчас летом они, конечно, в лучшем положении, у них и не сильно жарко здесь, потому что все-таки свежо. И для заболеваний, вообще жаркая погода, это очень хорошо. Гарантия, что не будет фитофторы, вот хотя бы тот период, когда у нас стоит жара. И еще здесь ветерок продувает. Видите, как они разрослись. Я не снимала видео почти неделю. Огромные кусты, даже те вот, которые, сейчас покажу. Вот эти, которые были побиты градом, они вообще стали великаны, пышные. У меня в открытом грунте уже даже стоят крупноплодные томаты. Все постепенно покажу. Сейчас пойду в теплицу снимать видео, с каких томатов можно собрать семена. Потому что я уже начала приготовление семян, первую партию уже сделала. И так как я сказала, что буду всех учить собирать семена, свои семена, это здоровая рассада, это 50% успеха получения богатого урожая. Всех научу, чтобы вы собирали семена. Я в прошлом году уже говорила, заказали один раз у меня. И все, хватит. Учитесь сами собирать семена. Не нужно, нужно быть как... Ну, короче, меня за эти обучения, наверное, фирмы семенные убьют, закажут. Но я хочу всех научить, чтобы вы собирали свои семена, чтобы вы не зависели от магазинов. Это большая экономия денег. И вообще будете чувствовать себя более самостоятельно. Понравился какой-то сорт, собирайте семена. Все, сейчас пойдем учиться собирать семена. Пока я расскажу, какие растения мы для этого будем выбирать. А потом покажу сам процесс потрошения вот этих томатиков. До свидания. Начинаем снова наши видео уроки. Сейчас вот очень серьезные темы. И сбор семян, и все на свете. Все, будем учиться. Продолжение следует...